Ну что ж, здравствуйте, давайте начнем, потому что 3 часа, у нас сегодня такая очень большая тема, на самом деле, потому что мне шапочник поставил только 4 понедельника, один из которых была с пропадом, 23 февраля, нерабочий. Поэтому я постараюсь как-то вот сжать изложение для того, чтобы сегодня рассказать вам все экономистические штуки. Тема нашей сегодняшней лекции – натурализм и эпистемология. Эпистемология, эпистема – твердое, надежное знание. Вот в случае – учение от твердых, надежных знаний. То есть, по сути, учение о науке, да, как мы сегодня с вами понимаем. Но надо сказать, что после того, как этот термин получил очень широкое распространение и такое вот использование, сразу же начался, в общем-то, и скандал с ним. Потому что оказывается, что такого твердого и надежного знания, о котором мечтали древние греки, когда вводили, так сказать, пользовались подобным словом, в общем-то, не получается. Сегодня очевидно, что эпистемология имеет две взаимосвязанных задачи. Во-первых, дескриптивная задача, то есть описательная. А как, собственно говоря, это твердое и надежное знание получается, да, как оно формулируется. То, что, скажем, свойство этого постпозитивизма. Если вы обратили внимание, каждую лекцию, как бы делали небольшой экскурс на завшину, вы могли вспомнить, о чем вы говорили. И есть вторая задача эпистемологии, нормативная. То есть речь идет о выработке неких норм познания. Познавать надо вот так, чтобы получить надежное знание. Есть такие-то нормы, есть такие-то стандарты, есть идеалы научности. И вот нужно действовать именно так, для того, чтобы наше знание имело надежный парад. Если вы задумаетесь, то вот эти две задачи, они не столь очевидно просты. Поставим перед собой вопрос. Вот первая задача дескриптивная, дескрипция, описание. А возможны ли не заинтересованные описания? На самом деле, конечно, нет, да. Любое описание, которое мы даем, уже опирается на то, что мы с вами считаем надежным знанием, что мы с вами считаем наукой. То есть, по сути, мы уже должны иметь некие нормы и стандарты для того, чтобы давать некую дескрипцию. А с другой стороны, если даже все-таки какое-то описание и возможно, то все равно совершенно очевидно, что из дескриптивных предложений невозможно вывести нормы. Как расчеты предполагали. Будем рассматривать историю науки, как космосферисты предполагали. И потом на основании истории науки выборим вот этот сухой остаток в виде норм и стандартов. Но очевидно, что из того, что есть, невозможно вывести, как должно быть. То есть, очевидно, что здесь есть некая противоречия. И отсюда в подходе к науке, к надежному знанию, и складываются два таких направления, о которых, наверное, вам, Шапошников, говорили. Интернализм и экстернализм. Говорили? Интернализм, экстернализм. То есть, интернализм – это позиция, согласно которой на науку влияют какие-то внутренние проблемы, внутренние рычаги развития. Вот есть проблема в какой-то теории для разрешения этой проблемы или этой аномалии, она совершенствуется или изменяется в другой теории. То есть, внутренние факторы развития являются главными для науки. И, соответственно, есть экстерналисты, внешние факторы развития, определяют развитие науки. Прежде всего, социальные, финансирование, грамты, заказ, необходимость построить ракету в такой-то срок и так далее. Так вот, если мы посмотрим на эпистемологию, как она существовала на протяжении долгих веков, на традиционную эпистемологию, то очевидно, что для нее гораздо более характерна была именно вторая задача, то есть нормативная задача. И для нее был характерен интернализм. То есть, наука, она сама в себе развивается. И внешние факторы, если они на нее влияют, то лучше бы не влияют, а они вот только могут все использовать. То есть, наука, это такое знание, которое должно ориентироваться само на себя. И вот эта традиционная эпистемология, которая складывается еще в 17 веке, в конце 17 века, она предложила две основные программы, как вы помните, империзм и рационализм. Империзм, когда опора шла именно на опыт, на опытные знания, на чувственные данные. И считалось, что в нашем уме нет ничего, чего бы не было в опыте. И рационализм, который берет свое начало от Рене Декарта, у них, естественно, два портрета, в этот, который юридизм заложил, и Рене Декарта, который стал основателем европейского рационализма. Там речь уже о другом, да, что знание должно превалировать, прежде всего, дедуктивный метод в этом знании. И вообще-то, конечно, в нашем разуме нет ничего, что бы не было в опыте, кроме самого разума, как сказал Ленинс, который тоже был рационалист. Так вот, эта традиционная эпистемология, интерналистская эпистемология, она предложила некий классический идеал научности. Раз она нормативная, раз для нее вторая задача гораздо важнее, чем первая. Сколько описать, сколько сказать, как надо. Так вот, она предложила некий идеал научности. И этот идеал научности представляет из себя такую пирамиду различных норм. На вершине, конечно, находится идея истины, вечная идея для любого ученого, для любой научной дисциплины. И основоположение этого классического идеала научности таково, вот их четыре. Во-первых, так называемая чистая истина. То есть речь идет о том, что стремление к истине – это не просто норма, которая, естественно, всегда в головах любого ученого, в голове любого ученого, так сказать, присутствует. Речь еще идет о том, что вот эта истина является характеристикой любого научного результата. Ведь вы прекрасно понимаете, что до 20 века эпистемологи, точно так же, как и ученые сами, считали, что наука способна дать истину без привязи и заблуждений. И к этому и надо стремиться. Пусть это некая линия горизонта, но, тем не менее, каждая научная теория, она прежде всего истинная, раз она работает. Так вот, наука должна избавляться от любой привязи и заблуждений и стремиться к такой чистой истине. Второй момент – фундаментализм. То есть, каждое знание, каждая теория, которая фунтируется в поле науки, она должна иметь некую опасность. Любое утверждение мы можем опасность. Если А, то В, если В, то С и так далее. То есть, не может быть утверждений просто так. Они должны обязательно быть фундированы. Они должны на что-то опираться. И вот эта вот иллюзия, она достаточно долго существовала, пока, так сказать, математики не показали, что вообще полный фундаментализм не послужен, что формализовать даже ту же самую арифметику уже не получается. Но, тем не менее, вот эта вот установка была очень характерна для классического идеала научности. Третий момент, может быть, более интересный – это то, что классическая эпистемология, она предложила нам некий универсальный стандарт научности. Что это означает? Ну, прекрасно понимается, что с того момента, как появилась наука в современном смысле этого слова, то есть с первой научной революции, коперникянской, там, галилеевской, постепенно, как бы, на первый план уходит то одна, то другая научная дисциплина. И вот эти самые развитые, самые бесспорные научные дисциплины, они и брались, как некий идеал, образец, и построили всех остальных научных дисциплин. И именно поэтому можно выделить поменьше, или два, а может быть, даже и три таких стандарта научности, которые предлагала классическая эпистемология. Как вы думаете, такой был первый стандарт? Если вы вспомните как, да, то есть того же самого. Математика, математический идеал научности. Все научные теории должны стремиться к строгости, там, ну, скажем, открытого геометрии, да? Вот все должно быть так же фундировано, обосновано, логично выдержано и содержать на кого-то везде заблуждений. Математика как идеал научности. И первая историческая форма классического идеала научности была именно математический идеал. Но постепенно на первый план выходят опытные знания, да, и математический идеал научности, он сменяется физическим идеалом научности, и затем, ну, конечно, после, неудобно сказать, дети, долгое время господствует именно физический идеал научности. Все должно подтверждаться опытным путем, да? Если мы сомневаемся, поставим эксперимент и посмотрим, так это или не так. И вот этот физический идеал научности, он существует вплоть до конца 19 века. А потом что происходит? В физике не все оказалось так безупречно и очевидно, да? Физика сама переживает революцию, революционные изменения. Оказалось, что рядом делим, да, и что, так сказать, иншир начинает публиковать свои работы. И в конце концов, на очень короткий промежуток времени, не все, но некоторые исследователи считают, что начинают публиковать, так называемые, гуманитарные идеалы научности. Что здесь делают? Пытаются вести человека, да? Говорят, что вообще-то нельзя, чтобы человека совсем выбросили из исследований. И установка человека, она влияет на результат исследований. И именно поэтому, хотя в доказаниях публиковалось, нет, в веревом времени попытка такая есть. сменить физический идеал научности, вот этим гуманитарным идеалом научности, как некая такой вот поправка, да, которую вносило революционные изменения физики. Ну и для всех этих этапов развития классического идеала научности характерен интернализм. То есть речь идет о том, что наука должна быть автономна, стандарт науки должен быть автономным, не зависит ни от правителей, да, ни от экономики. И вот таким вот образом классическая эпистемология Дашкару, Тарцатология. А что происходит потом? Да не работает ни один идеал. Оказалось, что ни один идеал научности не имеет универсальной такой вот силы, что он работает только в каких-то отдельных областях научного познания, и что эпистемология не может там руководствоваться, и что вообще-то нормативная задача эпистемологии ставит сомнение, потому что мы даем какие-либо, но она не на них очень внимания не обращает. И поэтому, начиная с 20-го века, начинается, ну как бы, изменение настроя эпистемологов, когда они начинают обращать внимание, прежде всего, на дескриптивные пистемологии. И эта дескриптивная пистемология, она, кажется, уже начинала побеждать, поскольку и Мах, там и психологию, начал обращать внимание, и Гекель на эволюционные какие-то теории, но тот подоспел второй позитивизм, да, логический позитивизм, который начинает критиковать эту дескрипцию, начинает критиковать попытки психологических каких-то воздействий на научные знания и говорит, что, конечно, опыт сам по себе как бы трудно его систематизировать, но мы можем его осмыслить с помощью логического аппарата, да, и тем самым совершается такая попытка спасти эмпиризм, вот эти протокольные предложения, о которых вам, я думаю, уверенно, был запас еще рассказывал, с помощью логики, да, логики. И вот таким образом на некоторое время дескриптивная пистемология опять в глазах, все занимаются психологическим позитивизм, все строят вот программы науки, да, пытаются вести четкую линию между наукой и ненаукой и говорят, что все-таки физизмология должна быть нормативной. Допустим, какой-то жесткий, но у кого-то было во времена 3-4, но тем не менее нормативной. Но, как вы знаете, все это просуществовало не очень долго, потому что появляются идеи о том, что любой эмпирический базис теоретически нам нужен, что любой факт, он в самом деле не будет теоретически очки. Каждый факт может быть предприятизмом в более желаемых последовательных свойствах, поэтому в конечном счете получается, что эмпирические данные не могут быть судьей, да, для того, чтобы решили истинные теории или нет. Появляются более сложные варианты оценки теории, которые формулируются Лакакасом, Куном. Наука начинает пониматься все-таки не как автономное знание, а как некий социокультурный феномен, да, одна из многих интеллектуальных традиций, вспомните, пиераль, на котором говорится в большей разной. И оказывается, что наука и ее развитие не могут быть поняты, если мы не привлечем в том числе и социальных фактов, и тут появляется марксизм, да, с тем, что вот экономический базис, он определяет нас, в том числе и нам, и пока экономическая задача, так сказать, не поставлена, в конечном счете, объяснить направление развития науки будет большеслочным. Ну и плюс ко всему становится ясно, что нет вот этой демаркационной линии, что отчетливость границ между наукой и ненаукой тоже размывается. И тем самым нормативная эпистемология терпит как бы крушение, поражение уже во второй раз, да. А что ж приходит на смену? Приходят на смену два таких подхода к науке, к научному знанию. С одной стороны возрождается натурализм, и все начинают говорить, натуралисты выступают, известна такая фраза, которая начинается с одной сочинения по современной эпистемологии. И с другой стороны складывается социальная эпистемология, и сюда не только марксизм, неомарксизм и постмарксизм относятся, но и постмарксизм, так и шею рукой и все остальные, которые пытаются показать, каким образом общество, его развитие, его потребности определяет науку. То есть сегодня, если мы будем говорить о современной, неклассической эпистемологии, то, наверное, два ведущих направления мы можем выделить натуралистическое и такой вот социальное, да, вот две таких моды сегодня существуют. Вот мы с вами будем говорить сегодня о натурализме, на мой взгляд, гораздо более сильном направлении, гораздо более разработанном, представленном более широко и очень разным. Потому что даже в рамках самого натурализма можно выделить, но поменьшеннее червей, а три на самом деле не червей в таких вот направлении. Во-первых, так называемая натурализованная эпистемология, натурализованная эпистемология. Во-вторых, эволюционная эпистемология. Третья, и, наверное, самая интересная, радикальный конструктивизм. Ну и здесь я не написала, поскольку все равно у нас времени на это не будет, социобиология, когда речь идет о том, что вот говорят, что в каждом человеке есть некая биограмма, то есть такое смешение элогизаторского подхода и как бы научного, да. То есть минимум четыре течения в рамках вот этого террористического направления он может обозначить. Ну и давайте попробуем посмотреть, что же из себя этот натурализм эпистемологии представляет. Вообще странно, да, хотя попытки через XIX веке, того же века, биологию внести в объяснение научного знания были, но тем не менее, согласитесь, сама установка такая забавная, да, вот биологически объяснить науку, потому что казалось, что наука, как самая высшая такая форма развития человеческого сознания, очень далеко от скаинной биологической макономерности, но современные исследователи науки совсем там не считают. А началось все еще достаточно давно, началось еще с Вот и эти шоуэлорды, банкорно луквайны, о котором вы, наверное, слышали. А слышали вы о нем в связи с чем на лекции шапочников? Я уверена, что слышали. Принцип холизма. А что такое принцип холизма? Есть такая ходовательская поговорка, что лекция – это праздник, семинар, работа, а экзамен – это каторг. Потому что ты начинаешь понимать, что никто тебя на самом деле не слышал, никто тебя не понимал, и вообще, так сказать, все в каком-то своем мире находились. Принцип холизма. Когда вы начали критиковать лаперсию и силе, вы помните «Дюгел Куай». Первый физик Дюгел сказал, что вообще-то не работает фальсификация именно потому, что мы фальсифицируем не отдельное какое-то положение теории. Теория физическая представляет из себя такой заобразный каинус. И когда мы сталкиваемся с каким-то противоречием, мы на самом деле не всю теорию отбрасываем, а мы отбрасываем только один элемент. Можем заменить его в какие-то другие и так далее. То есть у нас теория представляет как нечто целое. И факты, как правило, касаются только каких-то сторон проявления этой теории. Мы можем ее в каких-то уроках корректировать. Ну а потом, так сказать, соответственно, и Куайн добавил вообще к этому, когда он сказал, что любое предложение, любой термин теории на самом деле не имеют чисто такого эмпирического аналога, поскольку они не только в целостности у нас представлены, но они у нас еще и представлены в рамках определенной интерпретации. То есть, когда мы с вами читаем какую-то научную статью, эта статья воспринимается нами через призму уже имеющихся у нас представлений. О том, что земля круглая, что законы утики такие-то, что их равняется на и так далее. То есть, у нас вообще на самом деле действительно целостный подход к восприятию любого теоретического положения. И мы любое теоретическое предложение включаем в определенный контекст. В определенный контекст. Причем не обязательно так, когда же создатель имен. И тем самым, как Куайн сказал, любые предложения о внешнем мире предстоят пред трибуналом чувственного опыта не индивидуально, а как единое целое. То есть, мы имеем дело с таким густом разных теорий, и поэтому в чистом виде фальсификации вообще невозможно. Вот это принцип холизма. Дюггема Куайн. Акцент Хол. Целый. Холизм целостность. Принцип целостности. И вот этот принцип целостности, он как раз, в общем-то, и вбил такой ржавый кость в крышку грубо-логического позитивизма. Так вот, Куайн, он для вас впервые должен был встретиться, конечно, именно в этой связи. Вообще, очень интересный человек. Он, так сказать, вообще-то был профессором Гарварда, но очень важным пунктом в его биографии был тот факт, что он поехал в Вену, в времена еще в Венского крышка. Очень близко был знаком с Рудольфом Карнапом, с Нейретом. И когда он написал такую важную программную свою книжку, которая называлась «Слово и образ», он посвятил ее Рудольфу Карнапу. Он написал «Учителю и другу». И это многое было важно. То есть, он вырос из этого логического позитивизма. А эмиграфом к этой книжке была цитата из другой рак, полной эры. То есть, тоже членов логического течения логического позитивизма. А что это было за цитата? Цитата звучала и так. Мы, как мореплаватели, вынуждены ремонтировать Каран, как пункт моря, имея возможности завести его в долг. Имея в виду, да, конечно, научные послания. Это тоже не останавливается, не прерывает научные исследования для того, чтобы стематизировать и идти дальше. То есть, на самом деле, это такой процесс постоянный. Поэтому вырос Квань совершенно явно из логического позитивизма. Но позиции его совершенно не сводятся к этим студиям, я с покушками. Хотя установка была такая же. Спасти империзм. Спасти империзм. Все его стали критиковать. Империзм крещал и пошел. И Квань попытался спасти этот империзм, но уже с натуралистической точки зрения. Основным вопросом Кваньевской эпистемологии стал вопрос о том, как вообще возможно знание. Причем он задался важной проблемой. Каким образом из достаточно скобного входа получаются такие поразительно обширные выводы. Ведь для нас входом что является? Ну вот наши органы чувств, да, там, не знаю, чувствительность кожи и так далее. То есть воздействие волны частичек на поверхность нашего тела. И в результате мы можем получить, там, я не знаю, принцип Нильсфора, да, или теорию относительности Эйнштейна. Каким образом из такого скобного входа получаются такие разнообразные научные теории? В конечном счете Квань приходит к выводу о том, что ответ на этот вопрос лежит в русле ответа на более широкий вопрос о том, как вообще происходит обучение. А как человек учится? Вот откуда, так сказать, в голове есть какие-то знания. И, начитавшись пяже других, так сказать, авторов, он делает вывод, что в конечном счете обучение происходит в контексте обучения языку. Язык. Вот тот ключик, который отмыкает весь мальчик. А как человек учится языку? Два основных шага было выделено Кванье. Во-первых, человек от стимула, то есть от воздействия на нас, на поверхность нашего тела, как бы, так сказать, в угол частичек, мы от этого момента переходим к тому, чтобы формировать некие предложения на плетение, как он сказал. Что такое предложение на плетение? Ну, вообще, он говорил, они сходны с пением птиц и криками обезьян, да, вот маленький ребенок, он начинает формировать первое предложение, когда он говорит о маме, о маме, о маме, для описания определенных ситуаций. Там, где взрослый человек, уже искушенный, да, он видит некую референцию, на самом-то деле, как показала Пиаже в своих психологических работах, референция первоначально в ней имеется. первоначально речь идет о неких, как бы, значках определенных ситуаций. Тепло, холодно, дождь, маму, там, да, маме, маме, салон, 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 и так далее, и так далее. И вот эти простейшие предложения, предложения, наблюдения, они как раз и являются таким началом, входными воротами в язык ребенка. это некое условие для глобального стимула, то есть для того, чтобы ребенок вписался в мир. Что такое глобальный стимул? Мир вокруг нас, это и есть самый глобальный стимул, который на нас воздействует. И вот эти первые предложения, наблюдения, они могут быть усвоены без участия другого языка. То есть на самом-то деле нам достаточно того, что мы вот слышим, так сказать, своих родителей и тем самым формируем свою вещь, да, начиная с таких предложений наблюдений. А уже вторым шагом является, когда мы от этих предложений наблюдения простейшие, да, дождь, холодно, так, голодно или тепло, переходим к теоретическим предложениям. Вот здесь появляется референция. Здесь мы уже начинаем сопоставлять свой язык, да, с языком, который мы слышим вокруг. Мы начинаем подгонять его к этому языку, хотя полного совпадения никогда не происходит, да. И значение, которое приписывается одним человеком тому или другому слову, всегда может немножко отличаться, да, от того значения, которое приписывает, как ваш сосед попался. Но более или менее мы знаем, что такое каждая литерия, каждая слово, значение, поэтому мы уже понимаем. Хотя все равно это в речи индивидуально, да. Иногда мы можем наткнуться на то, что привычное в употреблении слова может, допустим, не совсем так, как трава за словарем для ваших соседов по партии. То есть такое иногда бывает, но встречается. То есть это индивидуальное формирование, и в конечном счете получается, что вот эти предложения, первые и вторые предложения наблюдений, теоретические предложения, они к вам рассматривают не как логические, не так, как у Карнакова, не так, как был логический позитивист, он рассматривает их как эмпирический, да. И раз так, то они должны вообще изучаться не логикой, тем более там тематической, а психологией. Психологией. Формирование языка, связанное с формированием обычного лета, которое в конце концов потом приводит к познанию, да. Ведь знание тоже формируется индивидуально у каждого или иного. И если вы посадите 10 детей, даже если мы отвлечем за каких-то технических особенностей, все равно у каждого из них, вот читайте одинаковые, проведете одинаковые уроки, да, знание полученное, а вы где-то будете все равно отличаться. Так вот, речь идет о том, что мы должны именно психологически это оценить. И Карнак упоряется, что он такой скандальный речь, когда он был открыт, если подтверждаю. И психология вообще должна быть частью психологии. Не логики, как у Карнака, да, и не философии, как так мы говорим об этом, а частью психологии, и, следовательно, частью естественной науки. Психология понимает именно как естественную науку, поскольку связывает очень тесно строение человеческого мозга, и натурализм все-таки, да, с тем, как знания. Еще один очень важный момент, когда мы рассматриваем, вот это, как зовут, как и простой, получаем всем, формирование в учении, да, в учении языка. Надо четко представлять себе, что если Куай, когда формировал, формулировал принцип хадизма, он не просто практиковал, логический позитивист, он вообще подходил к миру именно с собой, в общем-то, хадизм. И поэтому для него началом исследований является предложение, не отдельное слово, да, с референцией, а предложение, которое зависит на определенную ситуацию. И получается, что мы описываем ситуацию с помощью начала произведения для людей, потом у нас возникает референция, и он может создавать уже более сложные слова. Здесь же, действительно, составляют другими словами, когда из-за одних простых предложений может элементы, так сказать, вставить другие, и так далее. Но в любом случае получается, что слово зависит от того, в какое предложение оно вписано. И смысл слова, его значение, оно может немножко меняться от предложения в предложение. Поэтому поиск смысла должен начинаться с поиска смысла предложений, с того, что мы исследуем предложение, контекст, не отдельный термин, а контекст, в который он включен. И вот такое контекстуальное понимание любого суждения, любого изречения, конечно, оно характерно именно для фланга. Второй момент. Глобальный стимул, о котором я уже немножко оговорилась, глобальный стимул или мир, который на нас возникнет. Он, конечно, в мире. Человеков не в сумме уже находится. Здесь Куай вполне такой реалист. Он не считает, что мы изнутри себя все это вот создали. Но дело в том, что, хотя он вне нас, это все-таки не объекты, которые вот меня вокруг окружают. Не стол, сон, там еще что-то. Глобальный стимул для меня не музей. Он говорит, очень часто представляют себе, что мир для нас как музей или галерея. Мы заходим в музей и видим, вот нас сделаны 50 картины, вот стоят структуры, да, и вот мир мы точно так же рассматриваем. вот вокруг нас партия столовая, аспиранты, телевики, еще что-то, и мы начинаем, так сказать, ходить по этой галереи, получать какое-то воздействие, и вот таким образом у нас складывается картина мира. Вот такое, примитивное и достаточно распространенное договорное сознание, да, представление. Куай-куай, ничего подобного. Глобальный стимул вовсе не музей и вовсе не галерея. Более того, объекты, которые мы вокруг себя видим, они уже являются продуктом нашего познания. Когда мы смотрим там на стол, на стол или на дерево, у нас уже есть некое знание, что у дерева есть корни, что оно там, вы знаете, рядом с музеем темной, что стол там сделает какая-то поверхность горизонтальная и прочее, прочее. То есть, когда мы начинаем воспринимать какой-то объект как объект, ну, очевидно, любой процесс познания может обозначить как субъект, то есть, я, да, когда для нас что-то, какой-то предмет становится объектом, да, получается, что мы уже воспринимаем его просто как нечто внешнее. это включается и в нашу систему языка, и в нашу систему смысл. Мы заметили это, и поэтому мы смотрим это уже изнутри своей домашней теории, да, что мир там материал, или наоборот, что есть Бог, который все это создал. То есть, понятно, да, что мы каждый элемент делаем объектом только тогда, когда мы включаем его во все то, что у нас уже с голове. И, поэтому, в конечном счете, мы включаем другой предмет, еще на самом объекте, да, и конститарную силу своего языка. Мы мысли словами, мы дадим, пока мы не сделаем это, словесно таким образом не обозначим, для нас объектом тот или другой предмет окружающего мира, глобальный стимул, для нас этим объектом мы сами. Ну и что получается? Получается, что каждый объект у нас вызывает определенное поведение. И, Вань даже говорит, стимульное значение это самоконность нежных стимулов, которые вызывают согласие или несогласие с фразами. То есть, то, как мы себя ведем в конечном счете зависит от того, как представляется и для того, чтобы было понятно, что приведу очень яростно забавный пример, который приводит и который обычно астературу очень нравится. Вот представьте сидеть, на некий острове населенный в 10-х временах отправилась географическая экспедиция, для того, чтобы составить слова закона а сидеть и следовать с лингвистом рядом с туземцем и тут пробегает зайчик. И туземец показан пальчиком на этом заяце и говорит гавагай. И лингвист радости открывает тетрадку и пишет гавагай. «Зависть». А почему собственно зависть? Почему не била? Ни длинные уши? Ни буты страны? То есть на самом деле конечно лингвист потом будет как-то все это уточнять, ходить за студентом дальше. Но если вы задумаетесь что происходит? У лингвиста есть некая концептуальная схема вывесит с Он перевез эту схему и переносит в голову всю силу. Если у меня есть с для назначения гущих животных, то, скорее всего, его есть. То есть мы берем и берем, а может быть нет. Может быть длинный ножчик, да, с гущими. И все. То есть на самом деле всегда есть некая неопределенность перехода. И для нас, когда мы говорим друг с другом, мы на самом деле просто не задумываемся над тем, что мы гипотетически предполагаем, что ваша голова устроена та же, как и моя. Я вам сейчас обращаюсь, а может быть все то, что я примером вам привожу, для вас, кажется, совершенно непонятно. Может быть, да. Но я переношу свое макистическое усилие в вашу голову и таким образом пытаюсь перевести ваши мысли на свой язык. И так происходит всегда. И именно поэтому всегда существует принципиальная неопределенность перехода. Какой вы замечательный класс в этой девочке переводится, правда? Всегда есть принципиальная определенность перехода. Ну, еще можно такой пример, чтобы вам было как-то понять. Очень глубокая на самом деле идея, которая потом лингвистам была подхвачена. Сколько-то лет назад, уже давно, наверное, в Англии провели исследование в Гладакайфоте за то, что существует некое языковое или другой язык в Англии. Существует и другой язык. И с чем это было связано? Взяли на эти списки, просто носили языка, там, я знаю, сотен или тысяч, посадили, так сказать, для того, чтобы составить словари ассоциативные. Ну, вы знаете, здесь ассоциативные писауры. Если я вам говорю зайчик, у вас, конечно, там ассоциации как-то пушистые, там, беленькие, да, скачившие и так далее. Каждая слова вызывает определенная ассоциация. И наоборот. Мы можем создать обратный словарус, когда от ассоциации приходим в слов. Есть такие словари. Ну, практически для другого языка, они есть. И для английского, в том числе, депутатская версия английского, они есть. Но, чтобы мы лингваны, они пытались, смотри, у всех есть такие цели и эти Ahí есть. Listen, 1,5支持. Сейчас я失 빚итmonth- dryer, и прочее да, то я Use многие 줘 Faculty Love Management. То есть, яomemaker на ней научился трент. То есть, она в целомЕТ D тем, что это не т.к. ассоциативные связи. Ну, я должен monasterать в том числе of microtikum. И оно достаточно четко выделяется, а остальная сама, вы знаете, что английский язык, а язык в мире, для остальных периферий языковой остаться гораздо меньше, любопытно. После того, как говорится, у нас граница не такая черная, получилась естественная сниверситет, не такая черная, но все равно выделилась, там у кого-то получилась такая граница, совершенно не из-за того, что здесь нет черной границы, но когда стали смотреть это языковое ядро, оказалось, что содержание совершенно разное. И даже, ну вот скажем, самое слово, которое обладает наибольшим количеством ассоциативных связей с вашими учреждениями, а вот. И вот здесь вот уже сразу видно, да, вот это висейшее, вот это висейшее, вот это висейшее, но даже те слова, которые были не на одинаково по какому уровню, допустим, слово «висейшее» «денье», там, я не помню, в британском, по-моему, это было там шестое место, у нас там восьмое, что-то такое. Когда вы смотрите на ассоциации, которые возникают, то есть эти совершенно разные дополнения, потому что если для британцев слово «денье» связано с этими глаголами, «зарабатывать», «инвестировать», там, и так далее, и так далее, то у нас первое глагол какое? Ну так, «получать», «получать», да, то есть вообще ни одного глагола не возникало «зарабатывание» на периоде связано, да. Про инвестиции я вообще не говорю, да. Потом начинали всякие писательные вещи, деньги, вещи грязные, вы без них не обойтите, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вот она на определенность перевода одно и то же слово, с печальной синхронизмом перевозком, на полностью совершенно, да, концептуальная схема другая, да, и отсюда вот эта вот идея Хвайна, я здесь повесила немножко, да, идея Хвайна, она проявляет такой действительно вполне реальный фактор. «Невозможные», сmith дел daytime «незаподискни». невозможны перевести, типа, я не знаю, японский роман на русский, чтобы почувствовать такой роман на ICU. «Более того, как вы разговариваете с Directing по карте, всегда здесь у него необходимость перевода, и как у вас проход, так как вы хотели, да, так любое ноут Ende этого вашей прав Smart해야지, всегда видно. всегда множество. И особенно, конечно, это видно, я говорил к вам, при радикальном переводе. Радикальный перевод, когда вообще языка мы не знаем. Вот он мне сейчас на счете говорит, что он очень умный, физический, как радикальный перевод, или как-то у лингвиста, который незнакомый из этого дела испытался писать. Радикальный перевод, когда вообще ничего не знаем, да? Так вот, тут вообще уже напрямую идет перенос моей схемы в голову, так сказать, собеседника. Ну и что отсюда следует? Если все, что для нас существует, да, что является объектом всегда включен в концептуальную схему языка, а мы так и говорили, все же начинаете с языка, процесс обучения языку. У нас не музей, а у нас и мы включен в язык. А язык у нас всегда есть, это неопределенность перевода. То есть я читаю книжки, там, не знаю, «Галилея» или «Днифт Сывора» совершенно иначе воспринимают дальше аспирант физику. Так вот ясно, что тогда у нас и в реальности должно быть много. Квани говорит, быть значит быть значением, связанной переменной. Для нас что-то существует лишь поскольку, поскольку это включается в наш внутренний мир, да? Концептуальная схема языка определяет онтологию, то есть бытие вокруг нас, онтологические характеристики. И отсюда, Квадзу фантастический вывод, он говорит, есть онтологическая относительность. Онтологий много. Когда разные научные школы, там, не знаю, конференции ругаются вскоре, там очень разные контексты. И в рамках этого контекста мы совершенно иначе можем построить картинку мира вокруг нас. Мы говорим о предметах их качества, находясь внутри неких теорий, названных одомашними теорий. Те, которые мы приняли в себя в Индии, они даже замечают. Земля круглая, мы их равняться надо, там, нельзя… там, электричество движение, то, как лево, и так далее. То есть, в конечном высшете у нас много октологов. Ну, еще это такой пример, который тоже, так сказать, достаточно часто приводится. Представьте себе, что ученый средневековый встретил Встретил на улице Единорога. Что он сделал? Он радостно пойдет на горы и напишет, что вот, наконец-то, доказано, что Единороги существует. Он бы выиграл. Реально. Представьте себе теперь аспиранта педагогического аппетита, который, мы знаем, по привилению отдыха, встретил на реке Аким Единорога. Встретили, научного водителя, говорили, что я точно знаю, что в этом народе существует. Он сначала что сделал? Проверили ему голову, да, вообще. Сколько он выпил, чего он съел, не отравился бы он и так далее. А потом, а чуть долго вообще не слышали, что он писал. Почему? Потому что противоречие всего о домашней истории. То есть, если даже получается один и тот же, казалось, один и тот же опыт, интерпретации опыта уже совершенно разные. Впишется, не впишется в нашу одомашнюю теорию. Подвинем мы свою одомашнюю теорию после встречи с Единорогом? Или предпочтем решить, что нам голову напекло? Да? Мы не знаем. То есть, в любом случае, получается, что онтологий-то много, в зависимости от того, какие у нас с вами эти одомашние теории. На какой позиции мы с вами стоим. И отсюда вот эта онкологическая относительность. А как тогда будет с научными теориями? Как мы можем их сравнить? Ну, конечно, Квайин такой, как Фейерабин, не такой, как бы, скандалист. И так не эпатизует своих читателей, когда он вообще говорит, что... Помните, у Фейерабинга, давайте лучше законы Вуду изучать, да, чем таблицу умножения. Квайин говорит иначе. Он говорит, в конечном счете предпочтение одной теории другой определяется прагматическими мотивами. Работает, не работает, да? Вот помогает нам это решить какие-то свои проблемы или не помогает? И поэтому, в конечном счете, наше знание в объекте, описанной на языке одной теории, можно перенести на язык другой теории, а потом третий, четвертый и так далее. То есть один и тот же факт, который якобы раньше считали упрямой вещью, можно проинтерпретировать по-разному, да? Можно сказать, что головку напекло, можно сказать, что единорог существует, да? Можно сказать, что, там, не знаю, в чай мы чему-то помешали и так далее. То есть интерпретаций много. И мы выбираем разные интерпретации, исходя из форматики. Но понимаем, что антология относительна, и что наша интерпретация, даже если она сегодня работает, совсем не обязательно будет работать завтра, да? Может быть, завтра, так сказать, мы примем совсем другую антологию. Но тогда мы должны сказать, что все, вот наша картина мира, это некий миф, который мы примем. Ну вот, на самом деле, так оно, и слово миф воспринимается как ругательное, очень часто. На самом деле, это не так, да? Миф – это некая конструкция, которую создает человек, исходя в том числе свои потребности. И Павел говорит, да, если все антологически относительно, тогда по своей природе, по тому, как мы конструируем научную теорию, и научная теория ничем не отличается, скажем, от другого греческих мифов. Мы говорим о греческих объектах, согласно принципу антологической относительности, эпистемологически имеют тот же статус, что и боги Гомера. То есть это миф, это некий культурный постулат. И вот тут, конечно, становится грустно, и, казалось бы, Квань обращается почти, так сказать, к логике Феерана. Но нет, Квань говорит. Что касается меня, то я, как правоверный физик, еле все-таки физически объектами, помогу, а мы так. То есть сам, конечно, отрицать эпистемологическую значимость в естественной научной теории не берется, и вам не советую. Но получается, что последним основанием веры в науку является именно его внутренняя уверенность. То есть если у кого-то такой уверенности нет, то с точки зрения законов формирования можно и прийти в бога Гомера. По стейким основаниям туристической позиции Квань служит философская вера. То, что наука дает такой надежный путь. Ну и вот такая попытка, первая попытка объяснить познание сентералистической точки зрения, поскольку психология, которая касалась сильной, которая есть в научном контексте, она открыла ворота для натурализма, для пистемологии, самых разных проявлений. И вторым шагом, который до сих пор не завершен, стала так называемая эволюционная эпистемология. Эволюционная эпистемология. В 1986 году прошел первый Всемирный конгресс эволюционной эпистемологии. И с этого момента эволюционная эпистемология вообще стала таким обязательным элементом всех теорий, объясняющих науку и научные позиции. Причем в рамках самой этой эволюционной эпистемологии выделяются два направления. То есть самая эволюционная эпистемология, то есть по широкое течение, самые разные представители, можно по меньшей мере два таких русла обозначить. С одной стороны, ряд эволюционных эпистемологов занимаются эволюцией способностей, познавательных способностей человека. Как вообще наш мозг устроен, почему мы можем познавать, почему мы можем создавать самые теории, которые они сегодня имеют. А второе направление говорит о эволюции самой науки. Мы саму науку можем рассмотреть как некий эволюционный процесс, где теория эволюционирует, борются друг с другом, умирают, отбираются и так далее. Но то или другое направление, все равно это эволюционная эпистемология, по тому разу причине, что есть некие идеи, которые объединяют все эволюционные эпистемологии. Что это за идеи? Первое. Жизнь – это полный инвес. Жизнь – это процесс получения фанклеса. Ну, с моим итогом, спрашивая. Второе. Живые существа обладают априорными когнитивными структурами. Слово априорность разнажет у вас. Средствовать рейс и отправить панк, иммунный панк, который говорил априорных и апселеорных знаний. Априори – это же другого опыта, необыт, да? И апостелеори – это же воспитатель. То есть у нас есть некие когнитивные, врожденные и всеобщие силам, присущие, что мы ведем речь в эпидологии, структуры, да, способности. Третье. И эти познавательные способности, они формируются в процессе эволюции. Они нам, конечно, сразу данные прививут. Так, сейчас, конечно, время зависит. Они формируются в процессе эволюции. Ну и четвертый момент – адаптивность этих структур является свидетельством реалистичности наших знаний. Реалистичности того, что все-таки физические теории, они помогают нам адаптироваться к окружающей среде. А вот боги, кого рода, не мучают. Поэтому наука, она все-таки реалистична. Ну и давайте посмотрим, как конкретно вот эти основные принципы проявляются в конкретных концепциях. Третий пункт, что означает, что через наследственность передается какие-то знания? Нет. Наши познавательные способности, наш глаз с колбочками, да, наш мозг, они сформировались в процессе эволюции. То есть инструменты? Инструменты, познавательные способности, да. То, что мы вот с вами именно такие, не слышим ультразвука, да, не чувствуем объектное излучение. Мы так с вами усуним. У нас такая ограниченная, конечно, способность познать мир. Основоположником эволюционной эпистемологии считается, конечно, Конрад Лоренц. А началось с того, что Конрад Лоренц, что вообще не свойственно, конечно, биологам, начал читать Канта. Начал читать он Канта в 20 веке. И вдруг оказалось, что старик Кант прав. Вытащил он его из шкафа, стряхнул пыль и сказал. Все от Канта. Кант, который поставил в центр Вселенной, когда мы говорим о постании человека, из-за того, что человек законодатель Вселенной, человек в голове что-то такое есть, благодаря чему он получает человеческую картинку мира. А марсиане может быть так, где-то на человеке совсем другой картинку мира. У человека, человеческий картинка мира. Почему? Потому что Кант считал волками в таких силах. Ну, он в городе, конечно, создал души и наше. Но он тоже согласился с Кантом, что есть некие врожденные особенности, априорные структуры познания. Он начал там с, по-моему, ориентации землероевых и диких гусей. Там оказалось, что землероев, обошвилица, читал давно. Из пункта А в пункт Г она пошла, и вот она там чуть-чуть такой под землей прошла, каким-то там гдееватым ходом. Чтобы вернуться в точку А, ей нужно повторить все вот эти вот изгибы. Дикую гусу, не надо. И крыси не надо. То есть они на самом деле устроены иначе, в одном из них делают, так сказать, или с приятелем мира другим. Они могут в нем совершенно иначе действовать. И это можно считать априорной структурной познаниями. Ну, он сказал так. Если мы понимаем наш разум как функцию органов мозга, то ответ на вопрос, каким образом форма его функции в соответствии реальному миру совсем простая. Форма созерцания, категория, предшествующая любому индивидуальному опыту, приспособлена к внешнему миру по тем же причинам, по которым копыты лошади еще до ее рождения приспособлены к степной почве, а плавники рыбы приспособлены к воде еще до того, как она вылопится из иклики. То есть ребеночек родился, а у него уже априорные представления, скажем, о пространстве и времени имеются. Иначе бы весь наш опыт в кашу бы смешался, а у нас он последовательен, да, у нас пространство разделено, потому что ребеночек имеет одно представление о пространстве, совсем не похожее на представление землеродии, депутат, а у себя вековстве. Но и Канг Ашин, вы помните, Канг говорил, есть априорная форма чувственности в пространстве и времени. И Горос говорит, правильно. Канг был прав, есть, но Канг был не прав, когда он считал, что есть форма чувственности вечная, вечная и всеобщая. Ничего подобного. То, что априорно для индивида, для Васильки, апостериорно для вида хомосапиеса. Для меня это априорно вечно нарушено, но для хомосапиес, для вида биологического человека это формируется в процессе эволюции. Канг, как, так сказать, нормальный протестант, что каждый год у нас такими сделал, и, так сказать, дальше ничего не меняется. Лоренц, как говорил, говорит априорные особенности не вечны. Они изменяются, они противостоят действительности. И, конечно, еще изменять они просто очень медленно, мы этого не замечаем. Но они формируются в процессе эволюции, под влиянием окружающей среды. И именно поэтому мы можем адекватно, реалистично постигать мир. Именно потому, что под влиянием окружающей среды наши познавательные способности сформировались именно такими, а не иными. Ну и тем самым, что получается, что действительно жизнь – это когногенез, жизнь – это процесс получения информации. Но все то, что мы с вами получаем в процессе когногенез, никогда не может считаться абсолютной и окончательной истиной. Тот самый фоллибилизм, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Помните, фоллибилизм – ошибочный. Так вот, в науке, в любой теории, в профессии мира всегда присутствует фоллибилизм. Почему? Потому что мы, опять-таки, создаем только человеческую картинку окружающей среды. У землеродики картинка будет другая, у дикого гуся третьего, у крысы четвертой. Каждая картинка мира, она будет отличаться, она может быть объективной, но она не будет исчерпывать всего. Поэтому любая картинка мира, она как бы ущербна, она содержит в себе некие ошибки в том же себе. И Лоренц даже пишет такую книжку, которая называется «Оборотная сторона зеркала». Любой организм – это оборотная сторона зеркала, в которой смотрится окружающая среда, отражение своего окружающего мира. Своей экологической ниши. Мы живем в этой экологической нише, мы сформировались этой экологической нише, и именно таким образом мы ее воспринимаем. А для науки как это сказывается? Ну, в науке все гораздо сложнее, хотя бы для того, что ошибок должно быть больше. В повседневных, ампирических опыте ошибок все-таки могут не убить. В процессе эволюции они сформировались таким образом, чтобы ошибок не успели избегать. А вот в науке, которые выходят далеко за пределы нашего ежедневного опыта и при решении таких вот сложных задач, наш когнитивный аппарат не прошел эволюционной проверки. И отсюда получается, что ошибок, этот фолимеризм, он подрастает в разы, когда речь идет о построении каких-то сложных теорий. И Лоренц даже говорит о таком филогенетическом фолимбелизме, поскольку здесь у нас нет никаких проблем, наш когнитивный аппарат наш. Давайте. Можно на примере подстранства времени пояснить, как они реанимуляционировали этот эволюционный путь? Мне кажется, что подстранство времени у каждого из нас появляется на следствии. Конечно. У нас устроен мозг определенным образом, и поэтому у нас в результате такого вот устройства наших гогнитивных структур у нас есть определенное представление о пространстве времени. Почему он привел этот пример? Потому что Канн вегином. То есть у Лоренца, конечно, много других всяких примеров. У Лоренца, я как я понимаю, это давно неизменно вечно. Неизменно вечно, Богу. А Лоренц говорит, почему это неизменно вечно. Потому что у нас мозги так устроены, что в конечном счете у нас здесь так все сделано. Вот эволюция у нас такими сделана. Это не приоркное знание, а и ничкость, что следует из текущей конструкции мозга. Ну хорошо. Если вы сделаете операцию на мозге, то, наверное, у вас может измениться представление пространства. Я не знаю, наверное, почему он такое вам сделает, и вы будете там все сферически видеть или еще что-то. Конечно. Но если мы поговорим не о патологии, а о норме, то вам это дано. В этом смысле для индивидов это все-таки априор. Хотя для видов это апостолиум. Формироваться. То есть все априорные знания вытекают из строения человека. Да. У Лоренца однозначно. Потому что это натурализм, причем это первое направление эволюционной эпистемологии. То есть он был речи именно об эволюции патриотизных познаваемых способностей. То есть по другому направлению, мы видим немножко иначе. Еще один из представителей вот этого первого направления, может быть, самый такой современный. В том смысле, что у него как-то все так более закончено. Герхард Фонн, ныне живущий, хотя и старенький, немецкий ученый. Он написал книжку, которая у нас приведена, я, по-моему, уже несколько изданий выдержал. Хотя достаточно скучная. Ну, тем не менее, по содержанию это интересно и написано, скучновато. Может, переводчик такой. Эволюционная теория познаваемых. Его позиция называется гипотетически проективный реализм. Я люблю развлекаться в аппендарском минимуме, когда я спрашиваю. Объясните, пожалуйста, почему гипотетически, почему проективно и почему реализм. Потому что все три слова, на самом деле, можно как-то объяснить. С чего он начинает? Я постаралась так вот по пунктику все разложить. Позвали, да, колдогенез, даже как улыбаться. Это некая реконструкция тех структур, которые существуют вне нас. Не отражение, как бы было в эмпириках, как бы в лоб, да, или в... Мы не живое зеркало вслед. Нет. Это конструкция. Мы конструируем что-то. И конструкция, как бы, возникает в результате активного взаимодействия субъекта и объекта. То есть мы какую-то модель создаем, уважающуюся в сельскостях. Причем? Эта модель все-таки у нас не производна. Потому что в процессе эволюции, да, чтобы мы выжили, надо, чтобы объективные и субъективные действия все-таки подходили друг к другу. Он даже если рассматривать там половых... Нет, нет. Ну, у него пример такой есть. Если бы это было не так, если бы наша конструкция, да, которую мы создали в окружающем мире, совсем не отражала в действительности, то представьте себе обезьяна, которая таким образом сконструировала предок, да, на который собирается выгнуть. Через пять минут так много мертвых обезьян. Раз мы с вами не мертвые обезьяны, да, то значит, какое-то совместствие есть. То есть есть эти наши конструкции и окружающий мир, хотя они не являются точными копиями друг к другу, но они должны подходить друг к другу, да, они должны каким-то образом совместить и коррелировать. Третий момент. Познание является полезным, поскольку оно повышает шансы ее продукции, да, обезьяна у нас выжила, прыгнула по донаты, да, съела бананы и так далее. Повышает способность организму к другому познанию. Но в конечном счете мы можем истереть только о разных аморфизме. То есть из аморфизма возникает, то есть некое соответствие, хотя совпадения все-таки нет. И для того, чтобы пояснить, каким образом вот это вот соответствие получается, он использует образ проекта. Вот представьте себе проект, да, лучок на экран. Для того, чтобы на экран что-то там рефлексировать, я в луч проектора, ну, положила, скажем, яблоку, да. Отчего будет зависеть отражение? Экран это наше главное, да. Вот окружающий мир отражается. Будет зависеть от того, что я положила в луч проектора, яблоку или лучшую, да, то есть там снова объемное познание. Но ведь будет зависеть от определяющего экрана, зернистого, незернистого, как-то растущего, негативного, святого и так далее. То есть не только структура предмета этих проектов, но и структура воспринимающего экрана, то есть наши органы чувств, они тоже определяют то, что мы получаем от мира. Поэтому когда мы считаем, что мы вот абсолютно, объективно, точно так все это можем познать, да нет, конечно, опять-таки не слышим у с вами утро звука, не чувствуем магнитного поля, да, то есть у нас, конечно, ограничены, наш экран ограничен, хотя мы всячески пытаемся расширить его возможности. Но, значит, вот именно поэтому его позиция имеет название проективного, но все-таки реализма, да, то есть какую-то информацию обозначение получаем. Что получается? Что биологически эволюция у нас может быть представлена как череда мутаций, сервис, мутаций, сервис, да. А теоретически основательно, то есть эпистемологически, мы можем представить себя как процесс предположения и опровержения. Предполагаем, опровергаем, предполагаем, опровергаем, науку мы так и развиваемся, но предполагаем и опровергаем. То есть происходит такая вот мутация и сервисы научных теорий, да. И, конечно, научное познание не совпадает с опытным познанием. Прав тут был опыт, да, есть это сделал генетический фонебилизм. Научное познание никак не обусловлено генетически. И форумы говорят, было бы бессмысленно искать биологические корни и теории относительности. Мы свободны в создании этих теорий, хотя и соблюдаем определенные правила. Очень многие там правила не противоречат, там пока мы предполагаем, да, и так далее, и так далее. Но в конечном счете, когда мы строим эти теории, мы всегда исходим из своей эволюционной ниши. Эту эволюционную нишу он называет мезо-космос, мезо-космос, то есть, грубо говоря, мир средних размеров. Мы с вами не воспринимаем элементарные какие-нибудь частицы, да, мы с вами не воспринимаем, я не знаю, там, какие-нибудь космические тела. У нас, мы живем в таком вот мире средних размеров, это некий срез действительного мира. И это не только наша эволюционная ниша, это наша когнитивная ниша, познавательная ниша, да? Отсюда что, Светлый, зачем мы можем показать, что не все нагрядно можно посадить? Многие вещи нагрядны просто там, невозможно представить. Как это можно представить себе? Как в стулах, на облом, на облом селью. Былка, кто-то, не волна, а как это может быть одновременно? То есть наглядность не является условием истины, и отсюда как раз, мы говорим, такое большое значение математики. Раз наглядность не может быть критерием, как раз тут и включается математический аппарат, поскольку мы с помощью математики компенсируем сломезо-космос. Ну и почему гипотетически проективный реализм? Реализм, потому что мы не мертвые обезьяны. Проективный, потому что вот этот образ проекта гипотетический, потому что результат нашего познания всегда гипотеза. Мы никогда не имеем точного знания, тот самый полиобилизм. У нас всегда только более или менее изоморфичная окружающая среда теория описания мира. И вот таким образом получается, что фолмы как раз дарили этот физический и проективный реализм, как пример в первом направлении операционной теории. Хочу с вами посоветоваться. Мы сегодня с вами минимум доходим до 6-7, потому что я хочу как бы прихнуть все, что можно. То есть две темы на самом деле в один. Если вы мне еще 15 лет посидите, то я закончу и потом приду к радикальному конструктиву. Посидите или вам уже точно я сделаю перерыв. Ну вот, раз молчите, значит, я хочу. Так. Второе направление революционной пистемологии на мастер-старе связано с тем самым опером, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот такой был очень многограммичный на самом деле, так сказать, и тут оставил большой след. А Карл Грайминг Коппер, он попытался дать свою версию эволюционной пистемологии, но уже не с точки зрения познавательных способностей, там, строения мозга или колбочек в нашем глазу, да, а с точки зрения модели развития науки. Он написал работу, которую вы можете найти, например, где она очень большая, такая лекция личная, которая так называлась эволюционной пистемологии, где буквально все в таком ополочке предложили. С чего он начинает? Он говорит, конечно, мы должны признать, что специфическая человеческая способность познавать, как и способность производить научные знания являются результатами естественного ангела. Так кто-то спорил, да, конечно, но это трюризм. Все с этим согласятся, спорить никто не будет. И в этом смысле, так сказать, ничего нового я этим не сказала. Второй контентис уже не такой, как шевел. Эволюция научного знания представляет собой эволюцию в направлении построения все лучших и лучших теорий. То есть вот вчерашняя теория бывает лучше, чем сегодняшняя, а завтрашняя будет лучше, чем сегодняшняя. То есть жизнь становится лучше и веселее. То есть он на самом деле оптимист. Мы с вами говорили, он гимн науки появился в своем творчестве. И он считает, что действительно наука прогрессирует, есть прогресс в научном знании. И этот прогресс может быть описан в дарвинистских терминах. А вот это уже интересно, да, что наука развивается по тем же самым законам, что и с вашим живым миром вокруг нас. Теория становится лучше приспособлена благодаря естественному ангелу. Вот оно второе направление естественной системологии. Саму историю науки мы можем рассмотреть как эволюцию, да. Теории борются, там сражаются, неприспособленные погибают и так далее. В конечном счете теории дают нам все более и более точную информацию об окружающем мире. И тем самым они все больше приближаются к вести. Хотя, конечно, никогда ее не достигнут. Потому что тоже прилились. Всегда не будет ли горизонта, когда мы будем идти, никогда не достигнут. Ну и что же получается? Как нам бы развиваться? На самом деле, вот, любой организм это решательная проблема. Вот, по-другому языку можно описать, но удобно сказать так. Любой организм решает какие-то проблемы. Поесть, попить, размножить, там, да. Что-то такое, лучше. И иногда проблемам, которые мы с вами сталкиваем, всегда будут решать эти проблемы. У нас есть такая проблема, которая перед нами стоит. Иногда эти проблемы, не всегда, редко, но иногда они приобретают характер теоретической проблемы. То есть требуют некого осмысления. И тогда, для решения этой проблемы, мы с вами создаем нервную теорию, как мы говорим, дробную теорию. Тент-эдив-сэй. А что потом создали? Но этого мало. Надо проверить, правильная теория или неправильная. И тогда у нас следующий этап. Первый переменующий этап. Процесс устроения машины. Устроение, лепочистик. Замечательная теория получилась. А что дальше? Следующая проблема. И так вот все время мы с вами и двигаемся. Иногда минуты 1 и 2 столетия проводят, да. А иногда минуты. Но в любом случае получается, что эволюцию научного знания мы можем изобразить именно вот такой схемы. P1, Tentative Survey, Error Illumination и, значит, следующая проблема. Причем, если вы посмотрите, точно так же мы можем, так сказать, эволюцию живых существ, так описать. То есть у нас какое-то приспособление, потом отбор, да. Потом, так сказать, следующее состояние окружающей среды. Этот взгляд на прогресс очень напоминает, правда, на естественно путем устранения приспособленных. И в этом смысле не только у животных эволюция это пробы и ошибки. Это и научное познание. Пробы и ошибки. Пробы, ошибки, проба, ищем ошибку. Следующие пробуем, ищем ошибку. И таким образом наука и развивается. Значит, говорит Попе, мы можем вообще сказать, что от Амёка до Эйнштейна один шаг. Потому что все одинаково. И там, и там, пробу и ошибки. А где же разница? Разница все-таки есть. По той простой причине, что ошибки Амёка устраняются вместе с самой Амёкой. Если о нём ошиблась, то никаких способов устранить свою ошибку у Ильинин, а у Эйнштейна есть. Эйнштейн сам говорит, что каждые несколько минут он создаёт несколько десятков теорий. Он не знает, что все публиковал, он носил на суть, сохранил нервов. Причём вот этот процесс устранения ошибок. Он может быть сам, пока он в самом деле в теории, понимал, что они не верны. И уже, кстати, это всё делается окрашиваясь. То есть Амёка свои ошибки устранить не может. А Эйнштейн может. И вот в этом вся разница между Амёкой и Эйнштейном. А почему, собственно говоря, Эйнштейн может устранить эти ошибки? Вот фотография-то с языком не случайна, потому что он пишет так, что дело в языке. У Эйнштейна есть язык, с помощью которого он может или в теорию вывести за пределы своего организма, посмотреть, и скриптикаться, посмотреть, вертик туда-сюда, найти ошибки, исправить, а то лучше и так далее. То есть человеческий язык, которым он владеет, как раз и делает возможным вот это вот устранение ошибок неодноорганизмом уровне. И в этой связи Поппер даже специально занимался, изучал у него вот такой учитель, скрипюлер, стадии развития языка. И не знаю, правят ли это или нет, пиолог, наверное, современным уже какие-то его подходы могут показаться слишком простыми, но вот в этой статье он описывает это так, что три стадии он выделяет развитие языка, в зависимости от того, какие функции язык выполняет. Сначала, конечно, экспрессивные функции, да, то есть это какое-то внешнее выражение будет в состоянии, когда я приду на трею, там, что-то там не страшное, вот там, у кого-нибудь отрубать, я слежу, там, у вас слово заканчивается, там, ул. Виск, это, конечно, с одной стороны, виск, поскольку у нас состояние показывает, какую-то информацию несет, но это экспрессивная функция языка. И, конечно, такая экспрессивная функция языка, она не только у человека присоединяется, она имеется и у живых. Второй этап развития, да, это сигнальная функция, функция запаса, да, вот он волк где-то забыл, подал сигнал другим волкам, включая, помогут косую, загонять, да, то есть функция запаса, она есть и у человека, и у живых. А вот третья стадия развития языка, дескриптивная стадия, да, репрезентативная функция, то есть описательная какая-то функция языка, с точки зрения Попера, она имеется только у человека. Вот Эйнштейн может описать, да, вывести за пределы своего организма, и совсем не обязательно это будут функции запаса для его читательства, да, совсем не обязательно. То есть мы можем описать даже ту ситуацию, в которой никогда в реальности не существовало, он фантастический роман. Мы можем дать ему какую-то дискрипцию. И, видимо, его представили уже тогда, когда она опубликовала, приводили разные примеры дискрипции в языке животных, и он потом добавил вот такой вот чек про язык пчелы. Потому что, пожалуйста, у животных тоже селится, если мы участницы, мы, например, пчелы, есть такой танец пчел, да, они там танцуют перед ульем, и в зависимости от того, как она по поводу правильной окружации, каким образом они это делят, передается на карматы, что вот там будет символовка речки, да, там будет пчел, там будет пчел, да, там будет пчел, да, все вас говорят пчелы, если для того, чтобы, так сказать, собрать какой-то результат, нектар. То есть, казалось бы, вот этот диск пчел очень тоже похож на дискрипцию, то же описание. Но если вы задумаетесь, то все-таки это сигнальная информация. Так что, зачем пчелы консуют? Не для того, чтобы вывести себя, не для того, чтобы она реальность собой, не для того, чтобы передать информацию и запустить реакцию, да, то есть заставить остальных пчел идти туда, а не сюда. У человека не так. Человек может делать любую дискрипцию, он может, так сказать, описывать то, что может быть никогда полезно, не станет, да, ни завтра, ни послезавтра. Может писать в стол. Он может, так, я не знаю, придумывать, я бы совершенно хотеть водосмогореческие ситуации. И именно из-за этого человеческий институт, с точки зрения Попера, способен выполнять в этом году задачу устраивания машины на общей цели. Еще один момент в связи с такими особенностями человеческого языка возникает. Именно благодаря языку вообще существует критическое мышление. Попера говорит, есть некий связь между звук и разом. Он сравнивается с такими проживаниями. Язык, он проживает два тёжа. Что это реально, а что обращать внимание. иначе многие вещи просто прошли не у нас. Ведь животное сравнивают только биологически сходные ситуации. Тоже связано с глупостью, с разношением, с ощущением, когда-то переживали. Человек, что способен сравнить ситуации, которая в биологическом в биологическом абсолютно нескольные. Но мы можем выделить какую-то похожую благодаря языку. Будем искать круги или наоборот какую-нибудь большую скорость. То есть разные ситуации мы можем совершенно по разным основаниям рассмотреть. Мы можем увидеть те вещи и возможности, которые без языка остались за пределами нашего сознания. И Попера говорит, что это не так, что это не так, что это не так, что это не так. Потому что в совершенно высотой ситуации человек с помощью примитивного языка уже научился находить что-то исходное. Где можно мясо пожарить на этом огне, не только гроза, которая чуть не убила тебя, и мясо, которое получилось вкусным из того, что положило его в огонь, это биологически исходная ситуация. Человек научился увидеть в этом, что-то общее. То есть язык как прожектор, который делает возможное критическое мышление. Ну и еще один момент, это его так называемый критик его бодейной теории. Что такое бодейная теория? Ну вот, опять-таки, на протяжении многих веков считали, что как человек получает информацию о мире? Да вот, мир вокруг нас есть, мы вот все складываем, потому что воздействие этого мира в какую-то бодейку, да, вот туда все накапливается, накапливается, и чем больше туда попадем, тем больше мы с нами, у нас больше способности что-то вообще за каким-то выводом прийти. Ничего подобного. И он такой, правда, садистский пример приходит с двумя котенками. Он один котеночек такой активный, веселый, бегает везде, все лазит, и очень много всего получает. И наивно рассказывается, там, где-то вечно стоит, куда-то висит, как-то надо, все знают. А второй, так вот, Валя, как-то лежит в целом у меня, ничего не делает, но я ничего не чувствую. Может, это из-за того, что он, как раз меньше двигается, меньше всего видит. Взяли это, привязывая тележку, там привязали к этому тележку, привязали к этому жереху котенку. То есть, что жерех и пассивный. А разницы никакой. Потому что Коппер говорит, не в нас вливают информацию, а мы высасываем информацию из мира. Именно так пишут. С эволюционной точки зрения, мы конечно приспосабливаемся к окружающей среде. И попытки приспособиться это как раз некое предвосхищение. Мы ждем, чтобы так случиться и тем самым готовимся к изменениям. И знание когногенез как раз помогает нам предвосхитить все то, что может с нами произойти. И для этого мы должны быть активными. Нас просто все же возили. Мы не водили когда информация забывается. У нас действительно функции все познавательные врождены нам. И они являются своего рода условиями нашего познания. Но после этого каждый человек и каждое вообще живое существо является активным решателем этих проблем. и в зависимости от того как он высасывает эти проблемы информации с окружающими мирами получается результат. То есть сама наука начинает рассматриваться в дарвинизм. Это такой сообразный неодарвинизм. И тем самым поток преодолевает правильность и интернализма и экстрнализма. с одной стороны окружающие следа конечно действуют на наших разнованиях как и наше. А с другой стороны наше познание очень сильно зависит от того как мы устроены и какими нам сделана эволюция. Вот таким образом эволюционная пистемология пытается показать как человек знает. Ее критикуют хотя в принципе это самое модное самое передовое направление пистемологии. Критикуют в том числе с биологической позиции. А вот если аппарат познания мешает выжиманию, еще вы решили что познание полезно, коктогенез способствует, что это плюс для организма, а может быть минус. Хотя потому что очень энергетический затрат мозг иметь, глазки и какие-нибудь там круглые черви их гораздо больше, чем у людей, потому что они лучшие, они приспособлены, а у них ничего такого нет. И живут себе замечательно, размножаются. Критикуют еще и с другой точки зрения, говорят, что очень многие эволюционные изменения просто вообще не писут никакого адаптивного смысла. Есть такая замечательная статья, которая называется «Над сводное пространство собора святого Марка». Венеция если кто-то был, там есть участки свода в этом соборе, которые, ну, как сказать, архитектурно вообще-то были не нужны для того, чтобы это удержать. Но они есть. И точно так же в жилом ограниченном можно найти некие как бы моменты исторической инерции. Мы созданы такими, поскольку эволюция действительно, не знаю, миллионы лет шла. И совсем не обязательно каждая наша, так сказать, вещь, каждая волосок на нашем теле имеет какое-то адаптивное значение. Да нет. И то же самое, так сказать, с нашим мозгом происходит. Поэтому все рассматривать чисто дарвинистский все-таки будет, наверное, упрощение. Ну и в результате критики, конечно, говорят, что надежность наших признавательных процессов с ссылками на генезисы, на эволюцию все-таки оправдать очень трудно. Тем более для науки. Наука так далеко отстоит от непосредственных приспособлений в окружающей среде, что, конечно, для науки это не работает. Ну и социобиологию я не буду вам рассказывать. Давайте сделаем перерыв 10 минут, и я вам с вами все лучше с мучаю, за 23-го будете от них отдыхать. Но, честно скажу, на мысли, а сейчас я буду рассказывать самое такое интересное. Я буду говорить вам о радикальном конструктивизме. Радикальный конструктивизм уделительное совершенно такое течение. С одной стороны туристическое, а с другой стороны это предыдущие, когда течение возникает вообще-то даже не в науке, если в учу. Возникает присутствие сначала. И затем уже приходит в науку. То есть вы можете сейчас выставка Родчин, когда фотография, конструктивизм фотографии, там вот эти дома-коммунды, которые строились очень много в Москве сохранили с начала века вот эти здания конструктивистки, поклонения на каких-то... Господи, врачевские архитекты. Я старею, а вы-то помогаете? Корпюзье, конечно. Когда речь во о том, что вместо, так сказать, каждого акцентурного произведения должно прежде всего вводить определенную функцию, да, эти дома-коммуны, фабрики, кухни, все вот это такое. Там начиналось в театр, пришло, да, пришло даже в литературу, а потом в науку. Причем прежде всего все с математикой, с обоснованием математики как науки, да, поскольку математические объекты, ментальные конструкции, вот, через математику заражение произошло, да, в том числе и естествознание. И в результате вот этого опасного заражения возникает, я шучу, конечно, радикальный конструктивизм, радикальный конструктивизм начиная с 80-х годов существует, существует в разных странах очень много разных представителей, здесь вообще, так сказать, палитра полосальная различных подфонов, причем здесь речь уже идет не о том, как наука развивается, да, дарвенистки или не дарвенистки, а речь идет о том, как вообще-то создаются научные конструкции. Наука это совокупность разных конструкций, вкусные все. Как эти конструкции создаются, и, конечно, что-то соответствуют для меня чему, не соответствуют, никогда не стали знать, потому что конструкции считаются последней реальностью. Вот самый известный представитель, на котором вы можете найти в учебниках, в статьях Вацлавин, Ферстер, Шмидт, Фрасин. Ну и в лазерстве у него очень много таких коротких, достаточно статей, которые будут вам при подготовке и помогать. У вас ошибка. А? У вас ошибка. Где? Он родился в будущем. А, ну, хорошо, случайно. Тысяча лет назад, конечно. Предшественники. Предшественники, по меньшей мере, цели, корня, три источника можно найти. Первый, это ординанты Сосё, вы, может быть, слышали, такой гений, да, лингвистики, структурной лингвистики, который пытался первым разделить язык и речь. Вот то, что я сейчас, так сказать, произношу, это речь, да. А язык, может, язык. Могу делать какие-то ошибки, отработки и туда ударение поставить в точку. Но это никак не повлияет на язык как систему, да. Это язык как систему, систему ростового языка. Она, моя речь, она, в общем, ей холодно не жарит, да. И что получается? Что Сосёк посмотрел, вот, в разделе язык речь, он посмотрел на язык как систему, и оказалось, что язык это не просто система знаков, а такая система знаков, где звучание и значение едины. То есть, я вот вам скажу, шар, у вас в головах шар не являются, да. Хотя очень много вещей неудачные, например, врамный шар, или деревянный, да, или железный, а у вас уже шар творит. И, в конечном счёте, вот, понимание того, что такое шар, оно выработано было вам индивидуально. То есть, вот, это вот единство звучания и значение вырабатывается индивидуально каждому человеку. Если этого не происходит, он этого слова просто не понимает, да. И, значит, все значения, которые мы выписываем в словах, они субъективны. Опять-таки, вот, как у Пиажа, да, как там было у Воронца. Всё индивидуально, как у Пайла. Процесс обучения индивидуально. Мы индивидуальные, субъективные какие-то вещи вырабатываем. И для нас становится именно так. Мы понимаем, что такой шар и, так сказать, спокойно живем дальше. Второе, есть точка. Жан Пиажа тоже несколько раз уже упоминал. Человек, которым был шестер детей. И, наверное, просто именно поэтому он анализирует их видения, построил совершенно фантастическую систему генетической психологии. Он показывал, каким образом формируется человек в своих детях. Опыт в надежде всех. И вот он как раз и показал, с психологической точки зрения, что знание строится индивидуально. И что ребенок рождается в мир с очень специфическим восприятием окружающего мира. Он назвал это эгоцентризм. Почему? Потому что дети сначала вообще воспринимают мир как сделан. Всё сделано кем-то. Так вот, артификализм, да. Во-вторых, они действительно не воспринимают мир как независимый от себя. То есть они в центре Вселенной. Это всё, поскольку имеет отношение именно к ним. И развитие интеллекта, оно идёт у детей как такой результат переведения внутрь себя внешних воздействий. Интериоризация идёт своеобразная. Так вот, он как раз показал, что знание строится каждому человеку по отдельности. И очень зависит от разных факторов. Отсюда, так сказать, даже дети, которые вроде бы в одной и той же семье живут, да и те же книжки читают, могут получить совершенно разные. И, в конечном счёте, знания с биологической точки зрения нужно только для того, чтобы обходить препятствия внешнего времени. Возникает проблема, как, допустим, уходы, да, и нужно какие-то дополнительные проблемы обойти. Для каких образов? Сконструировав способ выживания, наиболее пригодный к этой ситуации. Ну и третье, самое интересное, наверное, источник радикального структуризма – это теория самовообразующейся системы. А что это за самовообразующая система? Сложная система, для которых, если есть какой-то наблюдатель, извне, да, то он может видеть совершенно удивительную вещь, допустим. Вот какое-то воздействие на систему. Наблюдатель видит, что что-то туда вовнутрь попало, а система не реагирует. То есть, получается, что для системы ничего не изменилось. Наблюдатель видел, а системы нет. Или наоборот, никакого воздействия нет, а там пошла какая-то турбулентность, а чего-то такое. То есть, получается, что система не совпадает с тем, что наблюдатель внешне видит комфорт этой системы. По-другому, такие сложные самоорганизующиеся системы называются аутоэтические, аутоэколог. Сами себя сделаешь. То есть, это система, которая является продуктами зависимых. Единственные продукты деятельности – они сами. Как правило, это информационный зал этой системы. И, во всяком случае, с точки зрения их жизнедеятельности, жизнеспособности, внешний мир для них, значение внешнего исчезающего огня. И дайджан, самым главным, является внутреннее состояние системы. Такой системой является человеком, конечно. Сложная, самоорганизующая система, аутоэтическая, которая сама себя сделала. И в этом смысле получается, что этот наблюдатель внешний, который вроде бы описывает эту систему, он сам такая же система. Значит, мы уже следующий наблюдатель, который тоже такая же система. То есть, последний наблюдатель не существует, да? Не существует какого-то привилегированного знания внутреннего. Вот это точка зрения этого наблюдателя. Наблюдатель А – верно. А точка зрения наблюдателя Б – верно. Но почему? На самом-то деле, все мы аутоэтические системы. И совершенно непонятно, чего там у нас внутри происходит. И чье обочередление, на самом деле, является объективным знанием о мире. Ну, а дальше совсем интересно получается. С точки зрения взаологии движения первой деятельности, мозг содержит 3-4 миллиона летных отчаянных лиферий. Вот та самая правильность, и уже какого-то частичка его может действовать, да? И около 100 миллиардов, да, забирают доли. Что это означает? Это означает, что только одна статтысячная, исчезающая доля в разах, крохотная, зависит от внешнего мира. Идет от чувственных опытов. Вот мы-то там считали, что человек живой, дерево Вселенной, вот внешний мир, вот там что-то отражаем, перевариваем, соответствие какого-то между субъектом, объемом, так далее. Мы-то там, радикально-конфердизм, какая ерунда. Мы себя сами думаем, мы себя сами ведем, да? Мы себя сами плачем, нам отдаем. Одна стоттысячная измне, все остальное у вас внутри. Ну и чего тогда вот этого измне вообще понимать, понимать? Если мы вот такая анатологическая система, ну пошло бы у нас там что-то тень, а мы должны залезнуть уже, да? И вдруг не стало силу назад, без всякого воздействия с ним уже что-то произойти. То есть, получается, что вот эта вот теория автопоэзиса, она стала таким очень мощным, мощным таким террористическим обоснованием того, что мозг сам конструирует восприятие. То, что мы всегда считаем воздействием глобального символа или вещи себе, как у камня, который на нас подействует, и мы там что-то у нас влечим. Таковым вовсе можно не являться. Один из представителей радикального конструктивизма, он очень красиво по этому поводу сказал. И, конечно, мы можем постатировать, ни одно восприятие в себе неупорядочено и не оформлено. Поступающие от чувственных органов сырые данные переплетены многозначно и только имплицитно информативно. Они постоянно должны распортироваться согласно внутренним критериям, и это значит, что их информация должна выявляться в свете прошлого опыта. Поэтому восприятие никогда не является отражением чувственных данных, но всегда конструкцией. То есть что-то на нас подействовало, но мы всегда не отражаем, а чего-то такое свое конструируем на основании, прежде всего, своего прошлого опыта. И такой вот подход, конструктивистский подход, который мы просто конструируем в некую картинку, непротиворечивую картинку мира. Этот подход, кстати, встречался и в том числе в теоретической физике, как это не удивительно. Ну вот, у меня есть несколько цитат Эйнштейн, да, что физика – это развивающаяся логическая система мышления, фундамент которой не может быть получен из предыдущего опыта, а только свободной фантазии. Ну и таких вот цитат на самом деле много. И радикальные конструктивисты пытаются показать, что наука, она, конечно-то, еще один, действительно еще одна конструкция, которая мало связана с окружающим миром. Что мы можем выделить как основные идеи, объединяющиеся радикальных конструктивистов? Разное что-то и психобедение. Первое – это то, что любое познание – это процесс конструирования. Мы конструируем, мы не отражаем, не познаем, не роемся там где-то в окружающий мир. Мы конструируем, мы создаем новую конструкцию. Это не репрезентация. И радикальный конструктивизм во многом начался с создания книжки, которая, там, сборник статей всех разных представителей конструктивизма был, назывался книжкой очень говорящим образом. Изобретенная действительность. Изобретенная действительность. Мы не отражаем ее, а изобретаем ее, пытаемся создать такую непротиворечивую картину. Как мы познаем? Определяет, что мы познаем. Какие у нас там полочки в глазу, да? Вот поэтому то и видим. Вот какой у нас мозг, то мы с вами представляем. Второй момент. Все-таки это натурализм, поэтому познание у нас для того, чтобы приспособиться и выжить. Все-таки адаптивное значение они признают. Третий момент. Познание у нас организовывает внутренний мир человека. Внутренний мир. Мы не описываем реальность. На самом деле нам все равно какая это реальность. Нам главное в ней себя комфортно чувствовать. Не описать реальность, а произвести адаптивный способ поведения. Это, опять-таки, не одно и нужно. Помните, как мореплавы зеленомали, и плавы основные системы, которые имеют, да? Нормально плавают. Тогда отдельный способ поведения. А такая была реальность, не такая. Плоская изумляет какая-то еще. Что-то было не так важно. Это означает, что конструкцию, ну, не совсем производно создаем, да? Есть некая, ну, как бы, граница. Все-таки конструкция не должна уничтожаться сопротивлением окружающего мира. Мир вокруг нас, наверное, есть, да? Мы все-таки не мозги-банки, которые нам щекотали на чью-то, кажется, что они служат вверх за философию науки. Но, так сказать, описание этого мира совершенно необязательно для того, чтобы в этом мире выжить. Вот необходимо только до каких-то границ дойти, и этого будет достаточно. Соответственно, наука должна служить чисто практическим целям. Наука нужна для того, чтобы выжить. Натурализм, он и здесь, кстати, виден. И поэтому задачей ученого является достижение некого равновесия. Вот у них этот термин равновесие появляется. Шмидт даже говорил, конструктивисты довольны тогда, когда ученым нечего делать. Такого просто никогда не бывает, к сожалению, да? Но если бы мы представили себе, что все вот наши задачи были решены, да, что нам ничего не нужно было, ну и замечательно. Плохо то, что мы никак не можем в этой действительности нужным образом приспособиться. Всегда чего-то не помещается, да, какие-то проблемы вылезают. И отсюда не сколько мы пытаемся познать этот мир, да, а сколько мы пытаемся приспособиться к нему. И, значит, мы стремимся к равновесию. Линия горизонта уже не истина, как у Попера, да. Мы не стремимся к истине, говорит Попер. А конструктивисты говорят, мы стремимся к равновесию тому, чтобы действительно наш организм и окружающие среда были равновесны в состоянии. Одним из основателей радикального конструктивизма стал Уберто Матуран. Совершенно замечательный человек, биолог, и как он отношение к волосу вообще-то не имеющим. Биолог, сиборгский, живущий, прославился тем, что у него такой сумасшедший, заобученный индекс Хирча, но, тем не менее, он никогда не цитировал никого другого, он ссылается сюда только на самого себя. Ну, то есть, такая достаточно любопытная личность, но он выдвинул, начав с изучения конкретно каких-то животных, биологов, ну, есть, он выдвинул психологический принцип, который звучит так. Реально лишь то, что позволяет мне быть реальным. Реально лишь то, что позволяет мне быть реальным. В чем здесь дело, он говорит, если мы задаемся вопросом, почему наша нервная система рисует ту или другую картинку окружающей действительности, да, и почему наши картинки отличаются от картинки, там, дикого гуся, крысы или зелгеройки, да, то ответ на это очень простой. Наша картинка повышает нашу жизнеспособность. Мы можем выжить с такой картинкой. Если бы эта картинка была у дикого гуся, он бы с нашей картинкой не выжил. Но и наоборот, да. Если бы у нас с вами было зрение пчелы, то мы бы друг друга не видели, не могли бы, так сказать, слайды смотреть на экране, потому что мы с трассы еще друг друга как-то общались. Но зато пчеле именно такое зрение помогает, так сказать, питаться. А нам зрение нужно совсем другое. Поэтому зрение пчелы не поможет сорвать нам яблоко, говорит Умберто Натурал. Значит, для нас реально лишь то, что позволяет нам быть реальным. То, что повышает нашу целостность, нашу жизнеспособность. И в конечном счете, именно так мы с вами и устроили. Значит, получается, что окружающий мир это своего рода такой спусковой ключок, который дергает за нашу нервную систему, да. А мы, так сказать, каким-то образом реагируем. Реагируем в связи с тем, как мы созданы эволюцией. Потому что у нас есть свой собственный мир, своя вот эта эволюционная ниша. С этой нишей мы слиты воедино. На самом деле, это даже если их разорвать нельзя. И мы никогда не смотрим на себя извне. Мы всегда смотрим изнутри своей эволюционной ниши. Значит, как бы мы ни пытались описать свою эволюционную нишу, свою окружающую сельну, ни одно описание полным принципиально быть не может. Для нас существует только та реальность, которую мы сконструировали сами. Другой реальность и для нас нет, говорит инверх культурал. Вот содержание нашего сознания – это наша конструкция. То, что мы сами сконструировали, да, на основании вот этих спусковых ключков, когда нас окружающих истинитиков на нас воздействовали, мы конструкцию составили. И вот это для нас реально. Все остальное для нас не существует, пока не попало в эту конструкцию. Ну и, значит, познание, познание на самом деле, творение нового мира, конструкция. Мы не познаем то, что уже есть. Мы заново создаем этот мир. Каждый человек в процессе своего воспитания, обучения, образования, жизни и так далее, создает свой мир, и именно его он и познает. Если нечто не является частью нашего мира, мы познать это просто не можем. Да? Почему же мы друг друга понимаем? У меня одна картина, у вас другая. У нас более-менее схожая нервная система, да. У нас с вами одинаковые глазки, ушки, там, не знаю, мозги. И поэтому мы можем, да, создать схожие миры, которые пересекаются. И в этом смысле коммуникация между нами возможна. А вот к человеку коммуникацию наладить уже не смогу, да, скорее всего. Соответственно, есть только та действительность, которую мы сконструировали. Здесь мы можем вспомнить... Может быть, на пару секунд скажу. Можем вспомнить еще один вариант радикального структивизма. Уже вариант связи с компьютерами, с гибернетическими вариантами. Вот Хейтсон Фюрстер, он создал так называемую гибернетическую эпистемологию. Он тоже говорит о том, что окружающая среда, как мы ее понимаем, это наше изобретение. Но мы как к этой среде приспосабливались? Мы создаем модель. Модель этой среды. То, что у нас в голове имеется, это модель этой среды, да. Причем эта модель определенной части мира, которая с нами связана. Эта модель меняется. Она каким-то образом эволюционирует, да. И эта модель всегда имеет выражение в языке. И в этом смысле, конечно, опять-таки с нами у нас не отражение, да. Просто хотя бы потому, что отражение статично. Модели у нас все время динамики, меняются. И эту модель мы создаем тоже не сразу. А есть некая история создания модели. Что мы делаем? Мы сначала, когда хотим описать реальность, от чего так страстируемся. Если у нас модель будет абсолютно полная, она перестанет модель. Она перестанет самую реальность. Мы выделяем какие-то моменты, которые хотим учить в этой модели. Потом мы эту модель исследуем. Какие-то выводы приходят, законы формулируем, там, или какие-то принципы находят, особенности. А потом уже, то, что мы нашли, пытаемся применить реальность, то, что мы вызываем реальность. Причем, вы прекрасно понимаете, если мы модель создаем, абстрагируем из каких-то характеристик реальности, таких моделей можно создать много, бесконечно, в зависимости от того, что именно вы хотите рассмотреть. Да, там, не знаю, силы тяготения или, так сказать, цивиликальные характеристики того или другого, так сказать, события. То есть моделей может быть сколь угодно много. Мы всегда, как бы, выборочно подходим к тому, что мы включаем в ту или другую модель. И, в конечном счете, получается, что мы исследуем, когда мы познаем, что мы исследуем не сам мир, а вот именно эту модель, да, так, как мы ее понимаем, как теория нам ее представляет. Мы исследуем модель, а не реальность. То есть, опять-таки, мы познаем свою собственную конструкцию. Мы познаем только то, что мы сами создали. Мы создали модель, и мы ее исследуем. И потом переносим знания, созданные нами модели, на объект. А что потом? А потом у нас круглую, новую модель создаем, да, еще более там полную или в каком-нибудь другом аспекте. То есть у нас идет движение от модели к модели. То есть такой собранный циклический процесс. Всегда создаем определенные модели, все другие из моделей. Потом мы каким-то образом проверяем, создаем, укладываем, опять создаем. И вот таким вот образом идет научная познания. То есть нет никакой границы между реальной реальностью, да, и виртуальной реальностью. То есть все просто в нашей голове мы оперируем определенными моделями. Так, это, еще давайте, может быть, одного успеем. Ван Фрасин, канадский исследователь, из Голландии когда приехал. Он абсолютно как бы антиреалист. Но он пытается показать, что некая связь какая-то в нашей конструкции с реальностью все-таки имеется. Конечно, любая теория – это семейство разных моделей, да. Но чтобы модели считались приводными, надо, чтобы, когда что-то происходит в реальности, как мы ее видим, как мы ее построим, вот любое изменение реальности должно коррелироваться с изменениями в модели. Вот если такая корреляция есть, да, вот что-то такое произошло, и в модели тоже что-то такое меняется, да. То есть, когда мы описываем эту реальность, надо так, чтобы описание более-менее совпадало с движениями этой реальности. Вот тогда мы можем сказать, что наша конструкция удачна. И он выдвигает цель такой для науки, он говорит. Цель современной науки – спасти явление. Это как? Раньше всегда говорили описать явление, понять явление, а фразы говорили, на самом деле, спасти явление. Потому что современная наука может вообще не обращать внимания на эту реальность и на эти явления. И может строить эти модели семейства, да, от одной модели к другу, от другой – третью. То есть, вот это родство модели гораздо как бы не противоречивее интеллектуально для ученого, чем обращение в реальность. Поэтому в стоящее сознание вынуждено себя ограничить и сознательно пытаться спасти явление. Каким образом? Сделать так, чтобы каждое явление каким-то образом отражалось в модели, да, Если теория эмпирически адекватна, то, значит, она воспроизводит наблюдаемый факт, да, этим самым спасает его. Ну и последний персонаж, который попытался… Он, в отличие от всех остальных, не учил. Он философ, но психолог-философ. Он пытался обобщить вот это явление радикального конструктивизма именно с такой первозреческой точки зрения. Он говорит о том, что радикальный конструктивизм – это особенная теория познания, потому что она не выдвигает никаких антологических притязаний. То есть, ничего не говорит об окружающем мире. Такое, другое, да откуда я знаю? Если одна стутысячная, у меня только об окружающем мире, да, а все остальное изнутри меня, я не знаю, соответствует моя картинка мира тому, что в ней меня находится, или нет. И, слава богу, не надо об этом даже задумываться, говорит Блазирский. Надо смотреть на процесс конструирования, как он происходит, и вот это как раз интересно. В то же время, очевидно, что познание служит адаптации, то есть адаптивный характер. Так, наш опытный мир должен быть каким-то образом организован так, чтобы он выжил. А как, так сказать, соответствует этой реальности или нет, вы даже сказать ничего не можете. Возвращение следует, говорит, задумайтесь сами. Даже если бы мы вдруг познали мир таким, какой он есть на самом деле, да, мы бы об этом никогда не узнали, как мы узнаем, что наша картинка мира, она как раз соответствует действительности. Ко всему, что рассматривается через аппарат познания, нет иного доступа, как через аппарат познания. То есть мы не можем сравнить свою картинку мира, да, с реальностью, не зависывая от наших переживаний. Мы сразу матеряем этот аппарат нашего познания, да, и тем самым мы даже вот эту вот, как бы, дельту, приблизились мы к чему-то, удалились, мы никогда ее не узнали. Бессмысленно говорить о приближении к реальности. Если нет доступа к реальности, к которой хотелось бы приблизиться, то нельзя измерить и расстояние, да. Что бы вы мне ни говорили, а я вот их возник в банке, да, пощикотали, мне кажется, что я вам лекцию читаю. А на самом деле, это совершенно-то может быть не так. И ничего вот насчет того, что есть прогресс науки, нет прогресса, сказать не будет. Это, конечно, я с этим не согласна. Но, тем не менее, концепция такая красивая. И здесь они опять обращаются в пиажды, там, вайну, как всем остальным. Раз, слова субъективные, да. Субъективные мы значения слов вырабатываем в процессе научения языку. Субъективное значение у нас каждое слово имеет. Ребенок, конечно, еще и учат слова, изменяя их значение для того, чтобы они более-менее подходили там к языку родителей, окружающего мира, там, воспитателей, учителей. Но, никогда полное совпадение про язык, там, как я про язык, там, английский и русский говорила, ну, даже и в ракурсовом языках, да, у каждого из нас немножечко какой-то оттенок, каждое слово значение. Вот раз, закладывая, какой оттенок значение, да. То, что вы понимаете, то, что вы понимаете, может различаться. Вот та самая неопередная с переводом. И раз так, то никогда совпадать значения наших слов не будут, даже если мы говорим на одном и том же языке. Значит, говорю на шутку. Язык не сообщает, а только ориентирует, ориентирует, ведет в нужное направление. А вот предписать вам что-то я не могу, что бы я вам здесь не говорила, как бы я здесь не распиналась, это не значит, что вы когда скаменену, вы все это воспроизведете, да. Почему? С помощью слов никак невозможно предписать, чтобы они не полетали, как хотелось бы. Никогда. И вот здесь такая отдельная цитата, но посмотрите, достаточно забавная. Сигналы не транспортируют значения, а только указывают на установленные интерпретации. Значения уже должны быть в наличии как в передатчике, так и в приемнике, для того, чтобы между ними установилась коммуникация. Если я буду вообще-то по-китайски читать, да, если вы не знаете китайского языка, у вас значений никаких нет, даже будучи именно вещи говорили, а коммуникация не возникнет, да. Сигналы являются просто ссылками на определенное место, определенный адрес мозги говорящего, слушающего или в компьютере. Сигналы только тогда становятся сигналами, когда они интерпретируются. Если китайский, интерпретироваться не будет, да. Поэтому, чтобы говорить о значении, нужно уже заранее знать, с чем ассоциировать воспринимаемый сигнал или для чего он постановлен. Значит, никакой информации из внешнего мира, все берут, да. У нас значения, наши приемники уже есть. А чего значения нет, мы воспринять не можем. Информация всегда основывается на распознавании. А распознавание может осуществляться только самим организмом, его субъективном мире переживания. Поэтому значение, как бы организм приписывает распознаванию, всегда субъективно. То есть, соответственно, у каждого своя конструкция, у каждого свое представление о реальности. И более того, как бы я здесь не распиналась, так сказать, на лекции, ничего я, может быть, вашей конструкции изменить-то не могу. Вы сами не захотите. Ну и, соответственно, опять появляется равновесие. Вот это биологическое, это адаптироваться как-то надо. Причем Блазерфельт говорит, не совсем так, как биолог. Так, как обычные говорят, что тот, кто плохо приспособлен, тот вот и выжил. Ну, как, сами подумайте. Ведь для того, чтобы кто-то выжил, он уже должен быть приспособленным. Значит, уже сначала должно быть приспособление, потом мы проверяем на прочность. То есть, значит, природа только отбраковывает. А вот позитивно как-то развивает, это какой-то, так сказать, внутренний стимул. То есть, природа отвечает только за вымирание. На окружающую среду возлагает, соответственно, за процесс вымирания. Но никак не за выживание. Ведь чтобы вы выжили, вы уже должны быть измениться до какого-то там события, которое потребует ваше, так сказать, новое приспособление. Это прежде всего, конечно, относится к познанию и к формированию научных сил. И в результате в этой связи входит такой термин вайл-билитии, жизнеспособность, проходимость. Вот теория должна быть вайл-билитии, она должна быть проходимой. То есть, она должна решать какую-то конкретную проблему. Ничего другого от теории мы не ведем. Никакой дискрипции, которая попер мечтала. Дескриптивное описание, действительность. На самом-то деле, просто речь идет о том, что мы должны быть жизнеспособны. Жизнеспособны. Для нас это гораздо, так сказать, важнее, чем что бы то ни было. Ну и пример. Любое научение, любое знание по инверситету, оно всегда на всех эгоистных характерах. Представьте себе, что вы капитан-карабан. Вам надо зайти в какую-то вреднюю. У вас нет конскольких стих карт. Вообще-то никогда там не было. Вот прогныли вы в обеззор, да, каким-то образом мимо всех рифов, мимо там всех мельей, спокойно представили, где вам надо. Прибавилось ли у вас какое-нибудь знание о ней, о структуре этой, скорее всего, нет? Прибавилось, что так будет безопасно. Ну вот, на самом-то деле, знание, прежде всего, связано с ошибками. Вот если вы наткнетесь на что-то, вы точно будете знать, что вот здесь риф, да, а вот здесь мель. То есть вы что-то на карту нанесете, вот на эту белую карту, для того, чтобы что-то нанести, в общем-то, надо, самым ценным являются ошибки. Второй пример у него, значит, слепой путник в лесу, да, что вот в конечном счете для него, это будет, чтобы практически известно, для него дорожка будет совсем по-другому восприниматься, да, как-то стороннего, ну да, для него дорожка будет там, где он споткнулся, там, где он на волну прошел хорошо, да, для него это будет совершенно по-другому восприниматься. И значит, получается, что не сколько позитивное знание двигает вперед нашу конструкцию, сколько негативное. Когда мы наталкиваемся на что-то, когда мы не можем решить поставленную перед собой задачу, вот тогда мы действительно, так сказать, продвигаемся сильно вперед. И благодаря именно этому улучшается наша жизнеспособность, да, потому что мы должны быть жизнеспособными, на что-то наткнулись, надо обязательно поправиться, да, надо таким образом что-то изменить, теорию поправить, кстати, в другой модели составить. Я считаю, что нам лучше, чем она считает. По-другому что-нибудь там, может, в__-о-мне сказать вee, что, стр-о- Oğlum, что антикратегрированная система неверный, объек premia, и мы знаем, как достоинство является европе это дукло, которая для двух до-тour- Lotsor. Но накидывается на берегу того, being a Р Абсолютной, как в надежной критике такой позиции не существует. Это вот там еще со времен того, как мы верные или юные, когда быть значит быть воспринимаемым, как там сказали. Вот невозможно эту позицию опровергнуть. Только после прямого опровержения не существует, потому что если даже вы начнете меня щипать, там толкать, дай пыхать, я скажу, вы мне только снились. Может быть, вы кусок, да? Ну, правда, с ним не кошмарно. Так вот, любое опровержение опровержения, поскольку он не претендует на задание того, то ли есть, то ли нет, такая, сякая, не знаю. Мы имели дело с конструкцией мозга, поэтому только к этому все и существует. А опровержения тоже довольно вкусное. Но, что это за опровержения? Очень многие критиковали, в конечном счете сводится к трем основным таким, на мой взгляд, позициям. Говорят, все-таки окружающий мир связан каким-то образом с тем, что у нас в голове есть. Не прямо, конечно, не напрямую, не окраиную, не портрет у нас на графической голове, да? Но какая-то связь все-таки есть. Раз мы с вами не мертвая миссиянка, то, наверное, должна быть корреляция. Какой-то там партизм должен присутствовать. И очень часто тот же самый форвер, он использовал такой образ. Как стрелка на перезапарке, я показывал в ходе ревизии. Совсем не похоже на ревизовое ревизии, на того, что мы можем же ориентироваться, отпирать с нами. Как карта, да? Вот карта местности. Совсем не похоже на те почки там или болота, которыми надо перевести, реку, которую надо форсировать. Но мы ориентируемся на карту. Мы можем, тем не менее, представлять, себе свой маршрут, да? Причем, коротко говоря, все больше и больше обществе, то есть даже теории что-то описывают. То есть какая-то корреляция с окружающим миром есть, но не картика. Как-то не похоже на реальную кризисность. Равки там нет, да? И кустики, которые растут, скорее всего, не обозначены. Поэтому в конечном-то счете надо считать, что корреляция должна быть хотя бы даже с точки зрения той самой жизнеспособности и приспособности. Второй момент. Объяснить факт окружения теории. Если мы все просто конструкции создаем, и главное, что они были непротиворечивые и подходили науке, то как мы объясним факт окружения теории? Если вы посмотрите на историю науки, то разкатикованных окружных теорий гораздо больше, чем живых, да? Значит, что-то конструкции какие-то создали, причем они были непротиворечивые, они каким-то образом работали, но потом они на что-то наткнулись. Из-за чего-то мы должны были от них отказаться. А на что они отказались? На окружающий мир. На то, что их модель, как раз этому окружающему миру, не соответствовала. И тот же Фоммер говорит замечательную такую фразу. Для объяснения успеха теории можно не быть реалистичным. Не противоречит все хорошо, но для объяснения ее крушения приходится им быть. Потому что иначе просто непонятно, почему теория была отрушена. Чуть не отрушена. Да потому что она что-то должна была наткнуться. Ну и третье. Явление конвергенции светов. Ну понятно, да, что если там плотность золота определили в Армске, в Полифанске, и сегодня, в Сахаре, методом, там, потеснением из воды, там, где-то, да, и сейчас плотность золота, и более-менее похожа. И вообще разным методом мы уходим по каким-то тем же значениям, да, очень часто. Исходя из разных теорий, каждый метод, это определенная теория, да, теоретическое ожидание, и мы приходим более-менее сходом к значениям, да, какие-то цифры после запятой уточняем, да, на протяжении, там, какого-то времени. То есть есть конвергенция результата, конвергенция исследований, когда независимые методы поразливаются, в общем, значение. Это значит, что они описывают не только реальность. И отсюда, так сказать, вывод. Радикальный конструктивизм не универсальный. Он, наверное, где-то применим. И в частности, говорят, он очень применим хорошо в клинической психологии, там, в каких-то цифрах. Я слышала такую вещь, так сказать, он в определенных областях кризисластики применим, но это не в универсальной технологии. И поэтому мы можем быть благодарны. Радикальный конструктивизм, которые заставили нас задумываться о чем, потому что действительно наука это модель, и что действительно мы имеем дело с семейством моделей, да, модель вот таким рядом. И что действительно напрямую все, конечно, с окружающей средой не связано, но тем не менее необходимо понять, что вот такой вот радикализм, да, излично, почему он просто конструктивизм работает, а вот радикальный конструктивизм, наверное, уже все-таки нет, да. Что здесь, так сказать, перебор, и все-таки наука, по-моему, глубокому убеждению, я не знаю, как вы, так сказать, решите, имеет отношение к реальности и описывает ее хотя бы в виде модели. То, что я хотела вам сегодня рассказать, делается в одну. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, если хотите что-то перекачать, пожалуйста, а так мы с вами встречаемся в последний раз, и будем говорить уже сразу про постмодернизм, про всякие там такие вещи. А потом у вас начинаются лекции по факультетам, вам будут читать философские проблемы биологии, философские проблемы литерства, философские проблемы, там, не знаю, физики. По факультетам у вас сообщено 4 лекции. И все. Всего доброго.